Здравствуйте! С вами снова программа «Бизнес-курс» и я ее ведущий Алексей Коваленко. Краснодарский край попал в десятку лидеров в стране по развитию делового климата. Такие данные во время мартовской встречи с губернатором привел бизнес-омбудсмен Борис Титов. Кубань – один из самых привлекательных регионов для предпринимателей. Во многом это за счет созданных условий для комфортного введения бизнеса, отметил Титов. Мы видим, что развивается промышленность. Это уж не говоря о сельском хозяйстве, которое дало очень серьезный рост в прошлом году. По отношению к средним темпам роста в России, край почти в два раза превысил эти темпы роста ВВП. И мы считаем, что это в основном происходит благодаря тому, что сегодня бизнес чувствует себя в крае уверенно. Сегодня у нас работают бизнес-инкубаторы в крае, и мы сегодня максимально пытаемся их развивать, потому что молодые более чувствуют сегодня рынок, они понимают способы, механизмы, как сегодня можно ворваться в рынок, как можно загребиться в этом рынке, конечно. Поэтому бизнес-инкубаторы – это та площадка, где они могут начать свои стартапы для того, чтобы на самом деле начать движение в большой бизнес. Кроме того, мы сегодня повышаем правую грамотность малого и среднего бизнеса. Это очень важно, потому что сегодня малый и средний бизнес должен уметь защитить свои права, в том числе и перед контролирующими органами. И сегодня для нас очень важно, чтобы они могли понимать, какие законы их защищают, и такие законы вообще есть. По итогам прошлого года регион показал рост ВРП на 1%, при том, что в целом по стране, наоборот, отмечается снижение. Как подчеркнул Вениамин Кондратьев, важно, что достигнут этот показатель не за счет увеличения налогов, а за счет укрепления экономической базы и количества предприятий. Для нас принципиально, чтобы предприниматель чувствовал себя комфортно в нашем крае, и задача власти создать условия для его комфорта. И здесь не только речь идет о налоговых преференциях, речь идет о проще защитить его прав. Это очень важно. И сегодня, если он будет чувствовать себя защищенным, предприниматель каждый, конкретный, то, конечно, будет и результат. Вот мы ищем инвесторов где-то из рубежа, ищем в целом, по нашей стране ищем. А ведь обычный предприниматель тоже может стать инвестором. Только он должен первым поверить в том, что ему будет комфортно в собственном регионе, в собственном муниципалитете. Вот мы не должны потерять нашего внутреннего инвестора в лице обычного предпринимателя. На Кубани обеспечением доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам занимается фонд микрофинансирования. В прошлом году фонд выдал займов более чем на полмиллиарда рублей. Это в два раза больше в сравнении с предыдущим годом. О том, кто может обратиться в фонд за помощью, какие для этого нужны документы и на какие суммы могут рассчитывать кубанские предприниматели, мы поговорили с заместителем исполнительного директора фонда микрофинансирования Краснодарского края Николаем Ивановичем Москвиным. Здравствуйте, Николай Иванович. Спасибо, что нашли время, чтобы ответить на наши вопросы. Добрый день. Вот фонд микрофинансирования работает в Крае уже не первый год. Буквально на этой неделе очередные 8 человек получили кредит. Вот кто может обратиться к вам и кто может рассчитывать на поддержку фонда? Фонд был создан в рамках краевой долгосрочной целевой программы государственная поддержка малого и среднего предпринимательства. Соответственно, основными нашими заедщиками являются предприниматели или юридические лица Краснодарского края, ведущие непосредственно свой бизнес здесь у нас в Краснодарском крае. А вот какие виды займов существуют в вашем фонде? На сегодняшний день в фонде существует 7 видов займов, в которых мы постарались собрать все потребности и критерии, что касается именно нашего Краснодарского края. Название программы у нас «Старт», я сейчас вкратце расскажу о каждой из них. «Старт», «Бизнес-инвест», «Бизнес-оборот», «Фермер», «Ремесленник», «Новотех» и «Развитие инноваций». Каждая программа подразумевает под собой и то, чем занимается непосредственно предприниматель, и то, сколько он работает в предпринимательстве и ведет свой бизнес. Самая доступная программа у нас – это программа «Старт», она рассчитана для молодых предпринимателей, проработавших не менее трех месяцев, это обязательно, и по этой программе он может рассчитывать на сумму от 100 тысяч до 700 тысяч рублей. Сразу скажу, в фонде процентная ставка у нас от 6,25% до 10%. Я считаю, это очень хорошая и выгодная доставка, особенно кто сталкивался с банками. Следующие программы предприниматели могут рассчитывать суммой от 100 тысяч до 3 миллионов. «Бизнес-оборот», как по названию слышно уже, это программа предназначенная для пополнения оборотных средств или, скажем, для обеспечения госконтрактов или госзаказов, есть у нас такой закон. «Бизнес-инвест» – это целевое назначение, его покупка основных средств, автомобиля для ведения своего бизнеса, оборудование, может быть, строительство или реконструкцию помещения. Самая наша популярная программа – это «Фермер», Краснодарский край. Процентная ставка по нему 8,75% годовых. По этой программе наши заемщики могут рассчитывать на отсрочку основного платежа до 6 месяцев. Ввиду того, что фермерская работа в основном связана с сезонной работой, это очень хороший плюс к данной программе. Есть программа у нас такая «Ремесленник». Она основана на, можно сказать, законе о ремесловых профессиях, попадающей в список этого закона, который ограничивает. Когда человек занимается одной из видов деятельности под этим эквейдом, он может пойти под эту программу. Какие-то кузнец, швея, ювелир, скажем. Народные ремесла. Народные ремесла, все верно. По данной программе у нас самая низкая ставка – 6,25% годовых. Программа интересная, набирающая на сегодняшний день оборот – это у нас «Новотех». В чем она интересная? То есть предприниматель, решивший купить себе новую технику или новое оборудование, найдя себе официального дилера – это главный, очень важный критерий. И заплатив сам 20% от этого оборудования, он может это оборудование или технику дать нам в залог без дополнительной залоговой базы. Эта программа, процентная ставка у нее 9% годовых, и сроком она рассчитана до трех лет. Последняя программа, она называется «Развитие инноваций», предназначена для предпринимателей, занимающихся инновационной деятельностью, придумыванием каких-то новых инноваций, или занимающихся импортом замещения. Не для кого-то не секрет, что сейчас Россия, санкции… Актуально. Да, да. Поэтому, я думаю, это очень актуально, тем более у нас в Краснодарском крае. Николай Иванович, а вот каков порядок получения займа? После того, как человек о нас узнал, первое, что он может позвонить к нам в фон, в телефонном режиме получить консультацию, второе, ему необходимо собрать пакет документов, которые есть у нас на сайте, он в общей доступности, обратиться в фонд, после подачи документов рассматривается его непосредственно заявка, и уже оценивается его экономическое состояние, оценивается в залоговое обеспечение, и выносится непосредственно решение, с которым его обязаны ознакомить. Хорошо, а кто тогда принимает решение о выдаче займа? Решение принимает непосредственно кредитная комиссия, в члены которой входят непосредственно… И один из членов – это директор непосредственного фонда. Какие необходимы все-таки документы для получения займа, и вот как долго рассматривается заявка? Список состоит порядка 12 наименований документов. Вообще, я так понимаю, что можно найти на сайте. Да, да, это у нас можно найти на сайте. Эти документы нужны для того, чтобы, опять же, оценить экономическое состояние заемщика, предпринимателя непосредственно. Заявка будет рассматриваться в течение, максимальный срок рассмотрения заявки, я подчеркну, 15 рабочих дней. После 15 рабочих дней фонд обязан оповестить человека о решении комиссии уже. И вот если решение принято, то через сколько человек может получить деньги? Назначается день подписания в порядке живой очереди. Иногда бывают такие случаи, что человеку уже поджимают сроки, мы, соответственно, пытаемся его поставить пораньше. Но срок подписания до решения комиссии – 20 рабочих дней. Но мы подписываем гораздо раньше, конечно же. То есть, получается, максимальный срок – это в течение месяца? Да, в течение месяца все верно. А вот на какую сумму максимальную могут рассчитывать предприниматели? Предприниматели от 100 тысяч до 3 миллионов рублей. Куда можно обращаться предпринимателям для получения займа? Мы находимся в Краснодаре, улица Трава и Найдум-2. Это бизнес-центр Меркурий. Также у нас есть представительство в городе Армаверия на сегодняшний день. А еще где-то планируется открыть представительство в ближайшее время в Краснодарском крае? Мы изучаем наш край, да, и пытаемся, ну, для надобности, если действительно такой надобности, да, мы открываем. Так у нас недавно было и в Сочи. Непосредственно наше представительство, но оно как бы за недавностью закрыли. Николай Иванович, вот скажите, а вот фонд сам выдает займы, то есть распоряжается своими финансами, или вы все-таки работаете с банками-партнерами? Нет, все наши средства – это субсидии, непосредственно выданные из краевого, из федерального бюджетов. У нас нет, это не банковские деньги, это деньги непосредственно выделены из бюджета. Помимо выдачи финансовой помощи, занимается ли консультативной помощью фонд? Да, конечно. Мы занимаемся консультативной помощью как и в телефонном режиме, так и, если человеку удобно, он может прийти и получить консультацию. Более того, помимо консультации, мы еще занимаемся информативной деятельностью. Что это значит? Мы выезжаем в муниципалитеты наши, там проводятся собрания по предпринимательству, мы выступаем на них, информируем людей о том, какие у нас программы есть, какие у нас условия есть, или есть какие-то изменения, кто с нами уже работал. Также мы стараемся посещать все мероприятия, так или иначе, связанные с объектами МСП, малым и средним предпринимательством. Выставки, совещания и так далее. Сейчас уже можно говорить о работе фонда за 2016 год? Я имею в виду, уже есть какие-то данные? Да, конечно. За 2016 год мы выдали 507 миллионов и выдали 413 займов. То есть, говоря о цифре в 507 миллионов, это, наверное, те средства, которые были аккумулированы фондом, которыми он распоряжается и может выдавать бизнесменам. Да, все верно. То есть, это, во-первых, в основном это те средства, которые были получены, как я уже повторюсь, из региональных и федерального бюджета. Более того, те средства, которые у нас аккумулируются, если таковые есть, мы также их будем выдавать. Если говорить о предпринимателях, то какие направления все-таки больше обращаются за кредитом? Предприниматели? Ну, так как... Аграрный край? Да, Краснодарский край – это аграрий, поэтому больше всего это фермеры или люди, занимающиеся животноводством. У нас поэтому для них самые льготные условия по данной программе – это и отсрочка, и одна из самых низких процентных ставок по данной программе, и даже, я бы сказал, иногда льготные отношения к ним при консультировании и при сборе документов. Так как одно из самых сложных – это идет сбор документов, многие каких-то нюансов не знаем, и мы с удовольствием подсказываем, и каждому индивидуально находим подход, чтобы человек мог получить у нас займ. Вот планируются ли новые продукты для предпринимателей в дальнейшем и в этом году? Да, вы знаете, во время общения с предпринимателями также непосредственно выездом мы выслушиваем некоторые предложения людей, которых. Также мы мониторим рынок, мониторим то, что необходимо нашим предпринимателям Краснодарского края, и стараемся совершенствовать либо существующие программы, либо создавать какие-то новые. Вот одна из них, как раз-таки развитие инноваций, она появилась довольно-таки недавно, появилась в начале осени, насколько я помню. Была также создана как для потребностей наших предпринимателей, так и для улучшения. Но пользуются спросом уже, да? Вы знаете, данная программа еще не сильно пользуется спросом. Просто мало знают, наверное, людей? Я думаю, что просто мало знают, и в течение времени мы все равно наладим по этой программе предпринимателей. Хорошо, что напомнили. Я забыл сказать, что по данной программе мы работаем с гарантийным фондом. То есть это единственная программа, по которой гарантийный фонд может дать свое обеспечение, если у человека не хватает своей залоговой базы, до 70%. То есть ему нужно что-то от общей суммы 3 миллионов 30% только нам дать, а 70% уже будет за него гарантийный фонд, может поручиться. Николай Иванович, не могу не задать еще один вопрос. На этой неделе завершился уже российский инвестиционный форум в Сочи. Я знаю, что вы там были. Что было интересного для вас, как для фонда, какие были программы, какие вопросы там поднимались? Ну, во-первых, было интересно посмотреть на те инвестиционные проекты, которые были представлены. Некоторые, конечно, из них вносили колоссальный масштаб к инвестициям до нескольких миллионов долларов. Некоторые также были меньше подходящие под как раз-таки структуру малого и среднего предпринимательства. Также мы участвовали в семинарах, где было интересно прослушать про стратегии развития малого и среднего предпринимательства, подискутировать, поделиться чем-то новому и узнать что-то новое именно о том, как развивают предпринимательства в других регионах. То есть это проходило на какой-то площадке отдельно? Да, там была площадка, правильно говорите, корпорации малого и среднего предпринимательства, так называемое МСП, где проведились семинары, проведились круглые столы, собирались люди, которые могли поделиться или рассказать что-нибудь из области развития малого и среднего предпринимательства. Но помимо Краснодарского краевого фонда микрофинансирования, другие регионы были представлены? Там из фонда конкретно не было. Там были именно люди, занимающиеся в других организациях. Ведь государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, это программа, включающаяся в несколько организаций. Тот же самый гарантийный фонд, это один из них. Скажем, есть такая программа или движение «Я предприниматель». Есть организации, которые молодежь, проводят семинары, и уже людей, которые учатся только в 10-11 классе, говорят о том, что зачем вам походить на дядю, непосредственно становитесь предпринимателями, мы сейчас помогаем, выделяем колоссальные средства на это. Почему нет? Работайте сами. То есть мы говорим о цепочке некой, да? Конечно, конечно. То есть для этого развития сейчас создано очень много организаций, как и таких, как мы, микрофинансовых, так и информационных, где людей вплоть до обучают, проводят семинары для них, выезды, показывают видео, даже стимулирующие. То есть привозят предпринимателя, скажем, Краснодарского края, я присутствовал на таком, где он своим примером, то, что он уже в 25 лет зарабатывает, у него оборотом миллион-два в месяц, он показывает, как он этого добился, какие основные это, и что им нужно делать, допустим, тем людям, которые хотят добиться таких же высот. То есть, я так понимаю, что как раз для вас это было и самым интересным, потому что была возможность пообщаться с людьми, которые как раз-то и занимаются, может быть, и финансированием, и продвижением МСП. Да, нам было интересно и пообщаться с ними, и перенять у них, может быть, опыт, который они уже пережили на сегодняшний день, чтобы использовать у нас здесь его, в Краснодарском крае, для улучшения, опять-таки, наших предпринимателей здесь. Ну что ж, большое спасибо, Николай Иванович, за то, что нашли время и ответили на наши вопросы. И вам спасибо большое. На этом все. С вами была программа «Бизнес-курсы», и я ее ведущий, Алексей Коваленко. Мы предоставляем деловую информацию из первых рук. Редактор субтитров А.Семкин